Предлагаю так, исключить из лексикона слово вложил и ему подобное. В предыдущей главе Марк там указ разъяснял, а употреблять слово «авансировал». Он там разъясняет, почему именно «авансировал», то есть «аванс» идет. Он разъясняет, что они возвращаются к нему. То есть вложил – это не тот смысл. Это некоторый вульгаризм, да. Имеется в виду именно авансированный капитал в том смысле, что он авансируется с целью потом обратно выйти. ... его получения. Хотя понятно, что не за 100%. Тем не менее, мы там всякие экстремальные случаи не рассматриваем. 17-я глава – обращение прибавочной стоимости. То есть прибавочная стоимость, она тоже обращается. И вот какие здесь нюансы, это 17-я глава, она и следует. Здесь следует те же двое ребят, которые один капитал. Он быстро оборачиваемый, имеет оборачиваемость 10 раз в год. А второй капитал, он имеет только лишь один оборот. Норма прибавочной стоимости у обоих капиталистов. И таким образом капитал B, обернув капитал за год, он в конце года поручит, вражив 5000 единиц денежных производства, он через год получит 5000 еще и прибавочной стоимости. Вернет авансированный капитал и получит 5000 прибавочной стоимости. А капитал A, вот первый, он благодаря своей высокой скорости оборота, он может авансировать только лишь 500 денежных единиц. Но так как он 10 раз их прокрутит за время, за год, то, соответственно, он получит те же самые 5000 денежных единиц в конце года, то и капитал B. Но при одинаковой норме прибавочной стоимости, заоборот, у него годовая норма прибавочной стоимости уже будет не 100%, как видно, а годовая норма прибавочной стоимости будет у него 1000%. У него какие нюансы с прибавочной стоимостью? Значит, что тут? Кто-нибудь может что-нибудь развернуть? Иван, давайте. Первый капиталист A, значит, у него 10 раз в год он реализовывает, уже реализовывает свою прибавочную стоимость, он может с этой прибавочной стоимости осуществлять непроизводительное потребление, свое личное, и авансировать на ремонт основного капитала и так далее. Второй у которого цикл годовой, он не может, вот у него это схищает прибавочная стоимость, как вы говорили, Иван Михайлович, вот, и только в конце года, хотя норма, норма, она действительная норма прибавочной стоимости, одинаковая у них. То есть степень их челокации одинаковая? Ну да, действительно, годовая-то разная, действительно одинаковая. Ну и что там особо-то по этим капиталистам? А тут вот для чего, Сергей Алексеевич, эта вот затравка? А потому что идем дальше, и вот какой выход-то у капиталиста B? Хорошо, если у него там кроме этого капитала 5 тысяч, еще там есть какой-то капитал, потому что ему же надо есть что-то вот этот год, и ему надо там всякие ремонты и так далее, добавочные капиталы. Ну, с одной стороны, он предполагается, добавочный капитал, он тут и пишет. С другой стороны, есть варианты кредита, он пишет. О, а кредит, вот это самое, это для капиталиста вот этого, который берет кредит, ну это вот авансированный капитал в чистом виде, но он же откуда-то, он же не взялся ниоткуда, этот вот авансированный капитал в распоряжении у банка. А что такое вот этот капитал? Это прибавочная стоимость других капиталистов. Да, то есть, и дальше вот Марк, да, то есть, вот у капиталиста появляется прибавочная стоимость, и куда ему ее прибавочную стоимость девать? Можно девать в расширенное производство, но хорошо, если здесь очень имеется какой-то резерв, для того, чтобы просто там лишних рабочих нанять, на те же станки в другую смену, а еще лучше увеличить рабочий день для нынешних рабочих, зарплату ему еще посулить, они побегут на цыпочках, больше будут работать, да? Вот, но так получается не всегда, иногда бывает, что для того, чтобы расширить производство, и даже, скорее всего, так бывает, надо накопить какую-то определенную сумму. И здесь вот эта прибавочная стоимость, она либо в виде сокровища, да, выступает, он ее вчерок скрадывает, либо он ее отдает другим капиталистам, чтобы вот они их вкрадывали, и, соответственно, ему несли проценты. Ну и вот здесь дальше очень интересное рассуждение этого Томпсона, вот мягким шрифтом набрано, большой. Да, интересно. Вот что вот, Сергей Алексеевич, что вот вы оттуда вынесли из этого куска? Ну тут смысл в том, что вот это накопление, ну один, скажем так, из смысла, накопление производительное, ну тут дает такой ясный как бы намек, что оно тормозит развитие производства, когда оно в одних руках, это во-первых. Во-вторых, что я еще вынесу, он тут основное, он тут приводит пример, вот с Англии, тут Ирландия, еще какая-то страна, что они потребляют в год 400 единиц, тут миллионов, да, а все их богатство посчитано, ну в виде заводов, пароходов, миллион, 1200 единиц, то есть всего на три раза больше, чем потребление в год всего общества. ну отсюда какая мысль возникает, что сами раб, чтобы общество могло употреблять, нормально как бы существовать, рабочие должны, ну очень сильно, много они производят, они снабжают всем этим делом, все общество, все живет, вот что я тут еще вынес. Да, совершенно верно, то есть хотя, вроде бы как, вот очень акцентируют зачастую на богатстве предметов роскоши, да, вот этих всяких яхтах там роскошных и так далее, но в России это очень малая доля по сравнению с тем, что каждый год производится, и здесь вот я бы еще и такую вещь вынес, что вот говорят взять и поделить, на самом деле вот это взять и поделить, даже если вот каким-то образом обладать вот богатствами, накопленными нынешними олигархами, там Абрамовичем и так далее, там Дерипаской, даже если это все поделить, то на эти деньги многое долго не протянешь, поэтому здесь главное не то, что как вот взять и поделить, а главное это в организации производства, в производительности труда, и главный грех капиталиста не то, что вот они много себе на потребление оставляют, а то, что вот сам капитализм с точки зрения организации труда и кризисов перепроизводства, ну и у нас сейчас вообще откровенно видно, что зачастую у нас организация труда совершенно отвратительная, вот именно это главное преступление, если можно так выразиться, капиталистов, а не то, что даже, что они там себе открадывают на яхты и так далее, хотя там дальше мы посмотрим, вот что будет при увеличении заработной праты, там вот это тоже интересные всякие вещи будут. А у вас, товарищи, какие мысли вот по поводу этого отъезда из Томпсона? Ну, он все правильно говорит, что неважно, сколько богатства накоплено там или сколько потребляются тех машин, домов и так далее, самое главное, это производительные силы человечества. Да, да. Он обратил внимание, что люди так привыкли видеть от рождения до старости перед своими глазами там один завод, одни какие-то предметы роскоши, одни дома, вот, а на фоне двух-трех поколений это вообще-то, все это уходит очень быстро, меняется, вот, и самым главным остаются производительные силы человечества. Мне вот сразу аналогия в голове, когда я тут читал, что, да, вот сейчас все говорят, вот, Федеральная резервная система, США, там все деньги, вот, все хорошо, а производительных сил-то, по сути, там и нету, они все все ушли в Китай. Ну, не скажите, в Америке скорость резания эмитаров до 300 метров в секунду, это вообще представить невозможно, в России, вот, в СССР в конце 80-х годов до 30 метров в секунду достигает скорость эмитара, а в Катаре сейчас до 300 уже, я скажу, не, в Америке там производство есть. Не, производство, конечно, есть, но в Америке есть такие города-пызраки, как Детройт, в Америке нет своего обогащения урана, в Америке уже нет металлургии, которая может обеспечить ремонт этих мостов, там через Лос-Анджелес, я там читал, это все уже китайские фирмы делают из китайского металла, вот, тот же алюминий и так далее, то есть, там, примеров множества, вот, то есть, главное, это производительные силы человечества, пишут, а не богатство потребляемое. да, как вот Сергей Алексеевич говорил, что вот в три раза, да, про это проедается каждый год 400, а всего богатство 1200, вот вроде три года можно безбедно жить, но потом, как написано, как-то неправильно почитали, тут пишется, что, по крайней мере, у меня в книге, поэтому богатство приблизительно в 400 миллионов фунтов стерлингов, а общая сумма накопленного капитала в этих странах не превышает, с положением триллиона 200 миллионов или утройного годового продукта. Нет, нет, потребляется 400, а если все это продать, все добро, как он, ну, фантазирует, то получится всего в три раза больше-то. Нет, пройдет. И все. Не только говоришь именно о накопленном капитале, там еще массаж, что на проценты с этого накопленного, общая сумма накопленного капитала в этих странах по оценке не превышает 1200 миллионов. То есть проедают 400, а накопленный капитал 1200. То есть вот это именно прибавочная стоимость грубая. Ну, тут прибавочная стоимость больше, да. Потому что это все население, а не только рабочие, которые проедают вот эти 400. А накопленное-то еще больше на самом деле. Норма прибавочной стоимости еще больше, потому что интересно, интересно, вот мы сейчас говорим о 6-часовом рабочем дне, самые смелые высказывания, что уже пора 4-часовой рабочий день и так далее. Человек пишет уже в те времена, что этого всего достало бы на содержание этого населения продолжение всего трех лет без всякого труда. то есть уже... Нет, ну, он пишет, но вот что вот за эти три года, за эти три года, и за эти три года, оно попало бы в рабство. Тому... В рабство, понятно, да. Понятно, экономический закон тоже работает, капиталистический, вернее, не капиталистический. Нет, ну, тут посыл прямой, что нужно постоянно увеличивая, развивать производительные силы, повышать производительность труда. Вот какой посыл. Потому что если этого не делать, а застопориться, за три года проешь это все, и все, и... И волны косы. Вот какой посыл тут. Да. Так, простое воспроизводство. Да, далее, так сказать, это пункт простое воспроизводство. Ну, и в общем-то здесь вот Маркс разбирает, что при простом воспроизводстве все, что накоплен, все, вся прибавочная стоимость проедается капиталистам, но для того, чтобы эту стоимость проедать, да, и она ему должна быть в виде денег. А деньги здесь рассматривает Маркс в первую очередь как деньги именно вот в виде монет, в виде золота, в виде чего-то такого, и вот он смотрит, откуда, так сказать, эти деньги берутся, потому что они ко всему прочему изнашиваются, да, монеты, теряются, изнашиваются и так далее. Вот, как вот здесь, откуда берутся деньги именно? Тут он много, откуда же они берутся? Тут он задается вопросом, ну, как бы задается, то есть, если капиталист извлекает из сферы обращения средств производства и рабочей силы на 500 фунтов, а окончание периода производства извлекает из обращения 600, ну, да, 600, оттуда берутся сотка фунтов стерлингов, вот до него это тот, он говорит, тук упоминает, не могли разобраться с этим делом, то есть, ну, то есть, сфера обращения, она одинаковая, и все капиталисты, получается, все время из нее вытаскивают эти, каждый свои 100 фунтов, а где они берутся? Опять же, тут в золоте приводится, в действительных деньгах, ну, тут очень просто, сам капиталист туда их и вбрасывает в сферу обращения, либо же фермера он тут приводит, нет, это, капиталист вбрасывает товары, он же товар, а деньги золото промышленные капиталисты вбрасывают, а изымают товары этих капиталистов, да, да, ну, тут, как бы, в принципе, довольно просто, не знаю, тут, ну, тут еще и такое, кроме, так сказать, капиталистов, еще есть некий аккумулятор такой, это сокровище, народ держит пучукам сокровища, да, да, и может их, как сказать, еще время отремя, незадействованный денежный капитал, в банках тоже там лежит, ну, это, как бы, он присутствующий, он скрытый, скрытый, ну, он, он-то находится в сфере обращения, а если так, ну, а, стоп-стоп, это же у нас простое воспроизводство, это пока простое, еще простое, да, забежать, нос денежный идет, откуда, чем покрывается износта золотой монеты, да, точно, да, да, то есть, золото добывающими капиталистами, ну, да, да, ну, нет, там же, марс разжевывает, что, вот, появилось откуда-то 500 фунтов, стерлинговые, монетами, золотыми, то есть, они авансированы, потом, когда, когда, прошел, процесс, производительный, производительного оборота, товарный, это все продалось уже, с учетом прибавочной стоимости, уже получилось 600, и, а деньги-то откуда-то берутся, вот, то есть, он все, все это подводит к тому, что все это мы наблюдаем, перераспределение прибавочной стоимости золота промышленных капиталистов, то есть, те нужное количество золота пустили в оборот виде монет, и потом это просто все перераспределяется, все эти деньги, а сейчас, а сейчас, таким образом, заменители деньги, я так понимаю, печатают, и, когда, заменители-то печатают, но золото скупают активно, других денег нет. Да, но если вы отличься от всех этих заменителей и золота, то есть, получается, что он здесь разживает нам, что капиталист, чтобы запустить свое простое воспроизводство, он должен вложить эти 500 фунтов стерлингов, вот, потратить на производство, на основные, на оборотные, на переменный капитал, вот, и продают уже готовый товар за 600, возвращая 500 вложенных, и получая уже 100 прибавочной стоимости, вот, соответственно, и рабочие свою заработную плату потратили на средства производства, таким образом обналичили прибавочную стоимость других капиталистов, которые производят, скажем, еду, или вещи для этих рабочих, вот, и постоянно нужны откуда-то деньги, то есть, где эти деньги берутся, вот, и тут все никак никто толком не мог ответить, пока Маркс все это не разъяснил, что деньги просто при каждом этапе золото промышленники добыли, начеканили, впрыснули в оборот, ну, а там дальше, конечно, при расширенном там еще будет более интересно, потому что прибавочная, сама уже прибавочная стоимость авансируется в расширенное производство, и там и денег надо все больше и больше этих монет таких, так называемых. Ну, я помню, что он обращает внимание вот из первого тома, скорость, по-моему, обращения денежных средств в обществе зависит от того, что деньги, они же должны быть, золото прикреплено к товарам, к тем товарам, которые вообще есть в обществе, прибавляет к этому, этой сумме массе денег сокровища, которые у капиталистов есть, и вот это вот, то есть чем медленнее скорость обращения денег в обществе, тем их больше надо, а чем быстрее, тем наоборот. Имеется в виду, что деньги нужны и для производства, и чтобы покрыло все товары в обращении? вроде когда вот нюанс такой, но вообще денег надо мно, а чем больше денег, в принципе, тем лучше идет обращение, ну да. Речь идет именно о деньгах, как о деньгах. О деньгах, да, настоящих деньгах. Это во-первых, а во-вторых, здесь тоже возможно, и не надо забывать, что золотодобывающим промышленникам применимы те же законы, как и всяким другим, то есть при увеличении, скажем, производительности труда при добыче золота, его стоимость будет падать. Естественно. Так что здесь вот избыточное предложение золота на рынке, да, там уже. Оно может привести. Ну вот тут еще вот, если брать простое воспроизводство, вот в общем-то основное мы здесь взяли, и еще, так сказать, здесь очень интересный момент, это о том, как влияет повышение заработной платы на обращение. денежной массы на обращение прибавочной стоимости. Вот если мы повысим рабочим заработную плату, что при этом произойдет? Здесь вот Макс рассматривает. Повысит цены сразу капиталист. Это, так говоря, надо сказать, что вот второй том, ну и вообще Энгис уже обрабатывал. Первый том капитала был написан в 60-х годах, в 67-м году где-то, а вот в 48-м году Маркс писал такую работу «Нищета фирософии» в ответ на работу Прудона «Фирософия нищеты». И вот в пятой граве этой работы он подробно разбирает прудоновское вот это выражение, что нет ничего более грубого, чем требовать повышение заработной платы, ибо вслед за повышением заработной платы, тут же повысятся все цены, и нарушится порядок воспроизводства, и бедствия обрушатся, и так далее, и окажутся у разбитого корыта все те, кто запустил вот этот механизм повышения заработной платы, и только лишь будет еще хуже. И вот Маркс там вот в течение вот этой всей пятой гравы вот наматывает кишки Прудона, так сказать, на колено, что называется. вот здесь, здесь, вот здесь, он уже более, конечно же, конкретно это пишет, там еще он барморожен много, а здесь вот он тоже пишет, что произойдет, почему центры должны подняться, с какой стати? А сейчас это что же такое очень распространенное мнение такое? Это распространенное цены. Ну, он тут это все разбирает, почему, почему они не не взлетят. Во-первых, потому что поднять цены капиталист может и без повышения зарплаты. Да, совершенно верно. Это раз. Если бы это было, вот там Макс пишет едко, что вот если бы вместе с повышением зарплаты повышались и цены, тогда не нужны были бы никакие трет-юнионы, тогда бы капиталист сам поднимал бы зарплату. Да, да. Вот. Только изменится соотношение ну, из прибавочной стоимости уйдет часть на зарплату рабочим, а капиталисту останется, ну, меньшая часть останется. Вот и все. А дальше опять же предметы потребления, средства существования, рабочие начнут потреблять больше. Ну, тут он рассматривает. Да, то есть изменится структура потребления несколько, уменьшится потребление средств роскоши, которые раньше потребляли капиталисты преимущественно, и увеличится потребление насущных средств существования. и увеличится развитие самого производства, потому что рабочие будут потреблять, нужны будут строить заводы и так далее. и да, 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 тут, ну, да, тут трудно его опровергнуть Маркс вот этим, что вот поднимутся цены. Значит, главное, это мораль здесь какая получается, что вырастает потребление рабочих. С этим потреблением, с ростом этого потребления рабочих возрастают объемы производства, этих средств производства, ой, средств существования для рабочих. А при возрастании объемов производства, как мы знаем, неминуемо падают затраты на производство единицы продукции. Даже если нет научно-технического прогресса, все делается руками, все равно при росте производства люди получают навыки, больше становится людей в мерах, умеющих делать эти продукты, и все равно бы, даже если не машинное производство, появляются какие-то приспособления, короче, рост производства неминуемо связан со снижением трудоемкости изготовления единицы продукции. Ну, а раз падает трудоемкость изготовления единицы продукции, значит, и что у нас падает? Цена. Цена. То есть, вот получается тут такая вещь, что с ростом зарплаты цены могут не расти, вернее, не могут вырасти на какой-то короткий период, но затем они будут падать. И это вот такая вещь есть, называется внутренний спрос. И вот подъем экономики за счет внутреннего спроса это мощный рычаг и мощное средство для подъема промышленности, подъема экономики. Во многом это используется в Китае. Китай, в отличие от России, скажем, которая, что нам говорят, во многом экспорт, вот мы должны что-то сделать и продать, и от этого нам будут деньги. А Китай ведь, хотя у него объемы экспорта очень большие, он ведь не на экспорт делает основную ставку. У него там много населения, и у этого населения стабильно растут доходы. Можно говорить, что там и бедных сейчас пока много, и все такое, но все-таки доходы населения в Китае постоянно и сильно растут. Там постоянный рост благосостояния людей. И вот этот внутренний рынок, это опять же основа подъема китайской экономики. И Генри Форд, кстати, даже на отдельно взятом предприятии, он там обеспечил кредиты для того, чтобы его рабочие могли покупать автомобили, в частности. И вот за счет того, что его же рабочие покупали автомобили, это вот Форд тоже он за счет этого и мир. И Форд неуклонно при всех его недостатках, я не хочу здесь обожествлять, как говорил Маяковский, у нас есть люди, которые считают, что Форда можно безо всяких перемен взять в социализм. Это, конечно же, не так. Вот, кстати, книгу Маяковского «Мое открытие Америки», она наверняка есть в интернете, там вот очень интересно Маяковский про заводы Форда, в частности, пишет. И это, конечно же, не так, но тем не менее, Форд неуклонно проводил линию на повышение зарплаты своим рабочим. И у него был очень бурный рост, который был приторможен только лишь Великой Депрессией, с началом Великой Депрессии. Это был наиболее динамичный капиталист Америки. Вот это надо иметь в виду, что рост зарплаты рабочих, это рост подъема производства, рост развития и источник роста производительных сир. Вот это вот такая вот вещь принципиальная, ее вот надо понимать. вот в этой главе, если так ее в кучку собрать, как бы коротко, смысл в чем? Называется она? Обращение? Подождите, подождите, мы еще не дошли до накопления расширенного воспроизводства. Вы имеете в виду только вот первый пункт этой главы, да, первый параграф? Не, мы что, мы же немножко уже в него залезли в расширенное воспроизводство. Все, все, давай сейчас кончу целиком, да? Александр Евгений же приводил, мол, когда расширенное производство идет, 100 фунтов стерлингов, куда нужно авансировать и так далее. Тут, если в принципе взять, как глава называется, обращение прибавочной стоимости, то есть самый насущный вопрос, где деньги, Зин, как говорится. Вот он тут все показывает, что, и мне кажется, он не случайно привел тут этого Томпсона с вот этими и приводит примеры, сколько потребления идет годовое общество и сколько всего-то этого накопленного богатства, но не сокровища, а богатства в капиталистическом обществе это производство. Он этот явный такой посыл дает. и смысл куда она обращается при она должна идти в развитие производства. Вот он тут пишет на основе капиталистического производства образование сокровища, ну то есть праздновежащее, само по себе никогда не является целью. То есть люди привыкли думать, вот он там золото, мешки там у него, не, а вот он опровергает, оно является или результатом задержки в обращении, ну да, вот пока не накопил он на новый завод, при которой больше, чем обычно, количество денег принимает форму сокровища, или результатом накопления обусловленных оборотом капитала, или наконец сокровища представляет собой лишь образование денежного капитала, пока в срытой форме. То есть прибавочная стоимость, создаваемая рабочими, она постройку заводов, фабрик, пароходов, ну тут ясно и понятно, если им заболять зарплату, а это, ну, а это, само собой, ну, сильное обоснование, как бы, кто это все построил. Это раз, и потом, вот вы сказали, что деньги надо вкрадывать в развитие производства, а работники, как мы знаем, рабочие, это главная производительная сила, это основа этого производства. Поэтому вот наши дураки-капиталисты, или дураки, или, так сказать, шибко умные, которые действуют в интересах иностранного капитала, уничтожающего Россию, они говорят, вот такое слышится проедать. Вот повысить зарплату, это проедать, значит. Нет, повысить зарплату, зарплату не проедать. Это как раз выражение в производство, выражение в кадры. Если ты повысишь зарплату, к тебе пойдут более квалифицированные кадры, они будут, грубо говоря, лучше питаться, меньше болеть, ведь болезнь работников наносит карасальный ущерб, а болезнь, она напрямую связана с переработками. Вот рабочего зарплата маленькая, он, чтобы что-то заработать, занимается переработками, и капиталист доволен, потому что у него из-за этого как бы прибыль. А то, что рабочий из-за этого болеет и умирает, а это карасальный убыток на самом деле капиталисту отдельному и всему обществу. Это вот его не интересует. Поэтому вот повышение зарплаты, это именно выражение в производство, это выражение в главную производительную сиру. Это вот надо понимать, это ни в коем случае не проедание. Проедание это сверх зарплаты там директоров и сверх доходы собственников, которые к тому же зачастую, если бы еще хоть бы там директор здесь все особняки бы себе строил в окрестностях, это хоть бы было бы какое-то оставление денег в России, а он же не особняки строит, он вывозит это все в офшоры, вывозит за границу и там особняки строит. То есть это высасывание крови из России. Поэтому повышение зарплаты это архиважный вопрос сохранения людей и сохранения России. И второе, вот что здесь вытекает, то что Сергей Алексеевич совершенно верно говорил, чтобы сокровищ не было, это развитие банковской системы, развитие кредита. То есть тот капитал, который сейчас не нужен капиталисту, не храни в банке, храни в банке. А банк даст из этих денег авансирует другого капиталиста. Вот, ну, прошу прощения, Сергей Алексеевич, что я перебил. не, 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 ну, не знаю, что тут, какой еще вопрос, я не знаю, в принципе. Ну, в общем-то, главное, мы все тут сказали, мне кажется. Если что-то мы сказали, может быть, коротко так, минут за пять, десять, попросим на следующем занятии Виктора Ивановича нам довести, чего-то мы, может, не сказали. Ну, в общем-то, все основное мы сказали. Вот она обращается себе, обращается эта прибавочная стоимость, и в итоге она, ну, по логике вещей, должна бы оседать в заводах, в развитии производства. Вот это, вот этому посвящена глава. И развитие, да, вот он приводит заработную плату и параллельно диалектично, производительных сил и общественных отношений, и параллельно, соответственно, должна она, рабочий класс, как получается, опосредственно, она развивает сам себя, опосредственно. И все тогда будет very good, как говорится. Ну, давайте еще-таки под конец вот почитаем, тут у него Маркса есть. Если рассматривать дело так, как оно происходит в действительности, то скрытый денежный капитал, накопляемый для последующего применения, вот как они подскажутся, нанят. Он состоит первое из крадо 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 составляет незначительную сумму тех денег, которые действительно распорагает банк. Денежный капитал накопливается при этом номинально, что при этом действительно накопляется, так это притязание на деньги, которые превращаются в деньги только потому, что устанавливается равновесие между суммой крадо в банк и суммой денег, запребованных крадочками. Видя же денег в банке, находится конечно же банк это главным образом не хранилище с деньгами, вот как пишет Маркс, а капиталист туда принес банк, банк дар другому капиталисту на авансирование своего производства. Это значит первое из крадо в банки. Второе из государственных ценных бумаг. Они вообще представляют собой не капитал, а только долговые притязания на годовой продукт нации. Третье из акций. Поскольку Дера не исключительно спекулятивные акции представляют собой титул в родении действительно капиталом, принадлежащим какой-либо корпорации. Это действует на получение прибавочной стоимости, ежегодно приносимой этим капиталом. Вот это вот из чего-то куда так сказать капиталист несет свои деньги. То есть он все-таки сейчас не сундуки золотом у капиталистов. Хотя возможно то мы сможем видеть по кадрам обысков. там у нас какие-то дикие, но это может не капиталисты, там коррупционеры, они там держат деньги там в чем угодно в путь до этих допачек. Как там говорят? Это такое у нас тоже бывает. Но все-таки капиталисты главным образом вот они свои эти сокровища несут в банки, государственные ценные бумаги вкрадываются и в акции других предприятий. Вот это такая форма сейчас хранения сокровищ. Но это их не спасет. Ну хорошо бы. Так, ну вторую часть прошли и впереди у нас воспроизводство и обращение всего общественного капитала. И впереди у нас глава восемнадцатая ведение и первая предмет исследования воспроизводства и обращения всего общественного капитала. И вот эту главу восемнадцатую наверное мы на следующий раз мы ее и запланируем. Шестовое ноября, да? Она небольшая, но если успеем закончить давайте глава восемнадцатая и девятнадцатая и там как кстати Марс здесь все и подводил к тому, что он на предмете одного капиталиста, а потом просто все время говорил о том, что все это будет общительный характер и все это нужно рассматривать. Тут еще он упоминает как бы дает понять в принципе оно-то и золото он тут-то приводит деньги у него все время золото но по большому счету оно и золото само не нужно для развития производства если так тут у него уже появляются кредитные деньги вот эти государственные бумаги которые Иван Михайлович это ну как средство обращения они вполне катят как средство фонд обращения без денег капитализма не бывает это да это да золото уничтожится капитализм это да это уже будет не капитализм ну опять же накопление идет он же пишет накопление не золото идет накопление идет капитала это производительного капитала накопление вообще термина давайте что такое накопление по определению что такое накопление у нас Иван капитализм капитализация прибавочной стоимости пойдет так ну и превращение прибавочной стоимости в капитал так более как сказать простонародным языком совершенно верно Илья Алексеевич то есть поэтому вообще накопление это здесь не надо путать вот накопление связывается в понятиях вульгарных часто с тем как сундук золотом наполняется вот это накопление накопление как термин но ничего общего с этим не имеет поэтому это вот здесь имеется ввиду использование люди капитала вот здесь то что вот я перечислял крады в банке покупка гособлигаций и скупка акций это не накопление это использование сокровища вот у вас часть капитала в виде сокровища вы его не можете вражить в производство в силу каких-то причин оно у вас в виде сокровища вот как вам это сокровище хранить можно хранить в виде золота пожалуйста в слитках под матрасом а можно вот так вот хранить в любом случае это все сокровище че-че в любом случае это все сокровище ну это как это для этого капиталиста сокровище А для других капиталистов, скажем, если капиталист в банке деньги хранит, а они эти деньги взяли, кредит на эти деньги, так это для них авансированный капитал, поэтому это, так сказать, уже не совсем так. Ну понятно, товар эквивалент, ну вы хотите, это понятное дело, но я имел ввиду, что подгонять скорость обращения вполне подходят и кредитные идеи, бумажные, и векселя, это все, но он тут пишет, не стоит, конечно, манны небесной от этого ждать, но дает как бы толчок все равно кредит этому делу. Да, конечно, без кредита существование экономики капиталистической тоже невозможно современно, и вот поэтому такое большое значение мы придаем политике на снижение ставки рефинансирования и дешевым кредитам, потому что, конечно, то, что когда цена за кредит, проценты выплачиваем по кредиту, превышают показатели рентабельности предприятия, а у предприятий серьезных, вот как мы только что рассматривали, там какой-нибудь, грубо говоря, кто там пуговицы делает, он там 500 каких-то тубриков ему надо, он через год 5000 с этих 500 наварит. А для серьезных предприятий, где вот действительно крупное производство, там без кредитов никак не обойтись. И если и рентабельность, там намного меньше, и поэтому там, если проценты по кредиту превышают рентабельность, то это получается уже не может вообще взять предприятие. Иван Михайлович, рентабельность – это норма прибыли, правильно? Да. Моржа еще ее называют вульгарно. Не, ну мы ж науку тут изучаем. Нет, ну а моржа, кстати, это по-английски в этих справочниках как-то моржау, как-то так, это просто англицизм. В интере это такой использованный. Вот. И более того, ведь кроме процентов по кредитам, надо же еще выплачивать и теракредита. То есть сам-то кредит его тоже надо выплачивать. Поэтому ставка кредита должна быть процента. Они должны быть нам значительно ниже рентабельности предприятия. Такого, чтобы там рентабельность предприятия там 10%, а ставка по кредиту 8%, это тоже такой кредит, который особенно ты не выплатишь. Поэтому вот здесь надо это понимать. И дешевый кредит, не случайно вот при создается фонд развития производства такой, при Минпромторге, там можно взять кредиты за 1% в частности. Но это, как говорится, не для всех, но это вот способ такой борьбы вот с этой Небеуниной или как ее там. У нас двоякое получается положение. С одной стороны, чтобы платить такие проценты, в банк в виде процентов получается уходит основной капитал, часть основного капитала. То есть того, что осталось от Советского Союза, основной капитал, который в товаре, часть, часть, правильно у него у нас состоит, товаре стоимость состоит, он уходит, получается, туда. То есть нет амортизации. С другой же стороны, капиталисты выводят выручку за рубеж и уже сами не амортизируют и не развивают производство. То есть с одной стороны их банк душит, с другой стороны они выводят в офшорах, в офшоры сами же. То есть тут двоякая тоже ситуация. Ну так вот, это самое, Сергей Алексеевич. Вот вы, ко всему прочему, здесь вот указали на алгоритм становления финансового капитала. То есть финансовый, что такое финансовый капитал? Это результат слияния банковского и промышленного капитала, или точнее результат погращения банковским капиталом промышленного капитала. То есть когда капиталист не может вернуть кредит, здесь вопрос идет не о том, что ему там на амортизацию не хватает, а о том, что его основные средства производства, под которые был взят кредит, они оказываются в собственности банка. И вот финансовый капитал, он получается, и вот тот самый капитал современный, который способен прородить в частности фашизм. И здесь надо сказать, что от отечественного капитала, у него почему-то говорят нет отечественного финансового капитала. Потому что из-за того, что у нас из-за ставки рефинансирования, у нас промышленники не берут, как правило, кредиты у отечественных банков. Поэтому у нас отечественные банки, они не будут теми структурами, которые погротят нашу промышленность и станут финансовым капиталом. А такую роль выполняют зарубежные банки. Потому что до того, по крайней мере, до того периода, как санкции ввели, очень многие наши предприятия, в том числе и оборонные, брали кредиты за рубежом. Потому что за рубежом ставки рефинансирования низкие, и там ставка по кредиту была 4-5-6%, то есть приемлемая. И они брали кредиты в зарубежных банках. И таким образом, вот интересная картина, вот интересно было посмотреть картину сейчас по промышленности, вполне возможно, что какие-то наши предприятия, они хотя и вроде бы такие исконно-посконные домотранные, даже оборонные, а вот значительные их доли владеют зарубежные банки. Вот это вот было бы интересно посмотреть, и не исключено, что так оно и есть. То есть вот там финансовый капитал – это финансовый капитал. И за счет вот этих, в том числе и низких процентов по кредитам, он заманивает к себе брать кредиты, а потом, так сказать, не смог вернуть кредит. Ну и недорогой. А потом начался 2014 год, и всю эту лавочку прикрыли. Западные банки перестали давать. Вот я хотел сказать, я не знаю, насколько правда, вот когда вот эти санкции ввели по кредитам, да, летом 2014, я слышал, по-моему, 700 миллиардов нашей компании долларов были должны в зарубежные, в западные банки на тот момент. Как-то они там выкарабкивались. Ну то есть кредитовались они там. Да, но надо сказать, что вот эти санкции на кредиты нарожили только в отношении предприятий, ну, некоего круга предприятий, оборонных главным образом. А так-то вообще говоря, это не для всех это нарожили. То есть, если вы обоснуете фирму, идите, берите кредит на Западе. Вот вам лично, пока вы не попали в список санкционный, вам никто ничего не скажет. Ну, тем не менее, мы же говорим, где они кредитуются сейчас, мы не об этих моментах говорим сейчас. Да, то есть, поэтому вот здесь такая ситуация, и вот товарищ Кучук сравнивает капитализацию наших банков, даже крупнейших там типа Сбербанка, с капитализацией основных инвестиционных фондов там на Западе, у них там капитализация триллионы долларов, то есть, это как вот в школьных учебниках по астрономии рисуют. Вот Солнце, шар, а рядом с ним такая точка, это Земля. Вот и тут примерно похоже, вот тут этот инвестиционный фонд, там какой-то крупный зарубежный, а вот там наш Сбербанк рядом с ним. Поэтому здесь вот говорить о российском финансовом капитале, тут, конечно, не приходится. Ну, тут как бы да, если, ну, допустим, представить такую ситуацию, тут нарастает, допустим, в России нарастает рабочее движение, и дело идет, ну, непонятно куда для этого банка, у которого в залоге акции наших предприятий. Ему это очень не понравится банку. Ну, что хочешь, тут уже будет финансировать, каких хочешь правые секторы финансировать и все это дело ломать. Ну, да, это оттуда все плывет. Ну, это пока мы отошли от темы нашего этого самого, наверное, слушателям-то неинтересно это все слушать, так что давайте, товарищи, на этой оптимистичной ноте. Значит, 18-е, 19-е, да, Гравы? Ну, да, на следующий раз. Да, всего доброго, счастливенько, до свидания.